Привет, народ! Скажем так, героем сегодняшнего видео будет нож Ганза моделька у нас 714 Ну что хочу сказать сразу по этому поводу Сразу хочу сказать, что видео будет длинным Поэтому кто не любит длинные видео Может переключать на следующее видео Ну а я продолжу Ситуация какая? Где-то месяц назад Около того не буду точно говорить Потому что число точно не помню Созвонились со мной Созвонились со мной, скажем так Из магазина фонарик.ком Ребята и спросили Русик, хотим Вот получили новые ножи Сейчас, да, пришли Ганза Ну и как бы несколько людей у нас Купило их уже И отзывы довольно-таки, знаешь, разные Кто-то хвалит, кто-то говорит, что плохой нож В частности вопрос интересует по стали Вот новая сталька здесь, да Сталька у нас здесь BRD 4116 Говорит, мы как бы не сталкивались, не в курсе, что за сталь Лучшая она 440-й, хуже 440-й Ну которая у нас, да, 440-си идет на всех остальных Ганза И, ну, хотели бы, как бы, чтобы получить ответ на данный вопрос Я сильно, очень сильно упирался Потому как, ну, увидев данный нож на фотографии Как бы я Я не хотел его То есть, ну, давайте скажем так Мне очень сильно нравились Ну и нравятся клинки Tanto Но ни одного ножа с клинком Tanto у меня не было До этого Почему? Потому что, ну, мозгами, в принципе Я-то понимаю, что клинок Tanto, это, да, это не хозбит То есть, это, в принципе, нож для вот таких вот движений, да Для поражения биомассы, да То есть, ну, в принципе, нож для убийства Будем говорить прямо, да Клинок Tanto создан для того, чтобы убивать Поэтому ножей с данной геометрией клинка у меня просто не было Не покупал я ни Майкротеки, ни Колстилы, ни Соги Потому что, ну, как бы, клинок очень нравится Сам по себе нравится очень Катаны, да Но не покупал я такие вещи Потому как, ну, я человек мирный То очень сильно я сопротивлялся, двумя ногами отпирался Но Дима меня попросил, Русик, давай, ну, надо, посмотришь, скажешь Хотим, вот, нас интересует чисто Сталька Я говорю, ну, не вопрос-то, да, присылай Вот когда мне прислали данный нож Я хочу сразу сказать, что моему удивлению не было предела Я был просто, ну, я был просто прибит полугвоздями То есть я был шокирован Но это очень сложно передать словами Потому что, ну, у меня был Ганзу 704, у меня был Ганзу 711 У меня был Ганзу 712 Как бы, это ножи, которые вот ты берешь Вот, допустим, тот же 704 нож, да, это копия Бенчмейда Но она сделана настолько качественно И настолько вот она вылизана То, что, ну, некоторые люди, ну, в принципе, не могли отличить Да, на форумах, там, ставили фотографии двух ножей Зарисовывали логотипы, да, и некоторые люди не могли отличить Где оригинальный нож, а где, скажем так, китайский Ганзу Если залепить логотип, то два ножа были совершенно идентичны И по качеству, по качеству сборки, по качеству обработки По качеству металлообработки Ганзу не уступали Бенчам Смотрите, ситуация какая с данным ножом Вот когда я достал данный нож из коробки У меня просто вот так, знаете, волосы немножко зашевелились Почему? Да сейчас покажу, давайте Когда я увидел вот это, я просто, я просто прозрел Ну, вот смотрите, да, качество обработки G10 Понимаете, да, о чем я говорю? Ага, это Ганза То есть, ну, у меня такое ощущение, что Ганза это вообще не имеет никакого отношения Потому что, ну, ножи Ганза, которые я держал до этого в руках Были абсолютно вырезаны Смотрите сюда Ну, давайте сначала как Как-то разобьем видео на части Давайте сначала прокатимся вот по его недостаткам Ну, и потому что Где здесь недоработки какие Что, что, почем и что, зачем Ну, первое, что Ну, единственное, скажем так Что меня в ноже порадовало Это то, что Клиночек, когда я получил нож Был действительно Действительно по центру Это Все То есть, больше позитивных никаких моментов При Открытии данного ножа И доставания ее с коробочки не было То есть, ну, я был просто в шоке Я был просто шокирован вот этим вот Я был просто шокирован вот этим вот Я был просто, скажем так, прибит к полу гвоздями Вот этим вот Видите, вот здесь обработка и переход вот здесь вот какой Дальше у нас идет фасочка И фасочка у нас идет и прямо, прямо, прямо по болтику Вот этого вот, видите, да То есть, он чуть-чуть подтертый Ну, и фасочка сходится как-то совсем неровно здесь То есть, она здесь идет уже Потом идет здесь, оп, и в два раза шире С этой стороны она у нас идет Тоже вот так вот Давайте наеду чуть-чуть Кривенько, кривенько, кривенько Здесь она у нас идет, оп, и опять идет на расширение И опять вот у нас болтик пострадал Пострадал болтик Ну, совсем чуть-чуть пострадал То есть, ну, сами понимаете, да Что по болтам проехались Ну, это к тому, что сейчас эти болтики уже прокручены Потому как вот то самое стертое место Здесь было, я его провернул немножко То есть, болтики у нас пострадали и с этой стороны И с этой стороны Дальше Вот Пока не забыл Вот эта история, да Лайнер-лок, сам замочек Если бы он был утоплен туда дальше То было бы ничего совсем Но смотрите, сколько Сколько его торчит наружу То есть, вот этих вот Три или четыре даже миллиметра Ну, наверное, три, да В максимальной верхней точке До трех миллиметров Ну, у крысы, помните, да У крысы там миллиметрик поднимается Над плашкой И все замечательно Здесь он поднимается на два с половиной, три миллиметра Что это дает нам? При открытии ножа Ну, вроде как все замечательно Но когда я беру нож в руку Вот видите, вот Вот я его, получается, мочкой Прижимаю И когда я нож хочу зажать крепко в руке У меня этот палец Автоматически чуть-чуть вот подтягивается Этим самым я Смотрите, что делаю Я Давайте вот, отъеду Я прижимаю нож И что? Отпускаю нож Люфт уходит Беру нож в руку Появлю То есть я вот, когда зажимаю нож У меня автоматом вот Лайнер очень мягенький И автоматом я его просто Зажимаю И Получаю автоматический люфт Вот как-то так Дальше по косякам давайте Ну, видите, да Вот две вершины у нас Они вообще не симметричны То есть они не совпадают Друг с другом Не попадают То есть вообще Ну, такое ощущение Что вот эту Плашку делал один китаец А вот эту плашку делал второй китаец Ну, они между собой Никогда не встречались И никогда не знали друг друга Ну, и никогда Друг о друге не слышали То есть Ну, и такое ощущение Что вообще они живут в разных Частях Китая Ну, видите, да Что разница какая Они не знакомы Эти два китайца Ну, и вот как-то так вот делают Ребята ножи Сейчас Дальше Давайте посмотрим Вот сюда Вот сюда вот Видите, да Здесь, во-первых Ну, накладочка Не полностью пристает Во-вторых Вот я сейчас попытаюсь Поднять это То есть Вот кусок металла Просто вот он Необработанный О, я его сейчас убрал Вот вверху Тоже кусочек Видите, да Ну Вот здесь вот кусочек Вот он Видно, да Смотрите То есть Это просто Ужас на колесиках Вот такие вот косяки У этого У этого ножа Ну, и это просто Меня, скажем так Прибило к полугвоздями То есть Я был насколько Поражен И кипел внутри Что Ну, с тем ганзом Что я знаю Да что все мы знаем И знали до этого времени Ничего общего нет Здравствуйте Добрый день Продолжим Дальше По косякам По косякам Вроде как По обработке Я имею ввиду Что вроде как Вроде как Вроде как Все По металлообработке Ну Особых проблем Здесь нигде нет То есть Фальш-лезвие С двух сторон Одинаково Сведено В отличие от Майкротеков За 300-400 долларов Да Спуски у нас Совсем чуть-чуть Вогнутые Ну, они вогнутые Очень-очень легко Вогнутые То есть Такое ощущение Вот когда смотришь Что спуски Действительно Такие вогнутые Бритвенные Конкретные Но в самом деле Они Почти ровные Есть легкая Вогнутость Но она Очень-очень Очень легкая На самом деле Дальше Насечки Есть Присутствуют Насечки равномерные Одинаковые В принципе Палец не давит Все нормально Еще один Проблемный Момент Лично Вот Я не знаю Может быть Это на моей Модельке Она же Но тем не менее Это вот Проблемка Это вот С этой стороны Смотрите Боночка Да Ну и эту боночку Такое ощущение Вроде молотком Просто сюда Впрессовывали То есть Она вся побитая С этой стороны Ровненькая Да А с этой стороны Она вся побитая Ну и на самом деле Я попытался открутить Вот честно Честно Пытался открутить Боночку Но не получилось То есть Действительно Такое ощущение Вроде она впрессована Я ее пытался Зажать в тисках И выкрутить Ну нереально То есть Вообще не получается Ее скрутить Она вроде как Запрессована Не знаю Но такое ощущение Вот Вот поэтому По этой боночке Создается Что ее здесь Действительно Лупили Каким-то молотком Ну вроде как Все Подводики Более-менее ровные Ну если Сравнивать Смотря с чем Да Если со спайдерка Сравнивать Так подводы Вообще идеальные Ну давайте Также вспомним Что Спайдерка Ну допустим Та же миля Стоит 200 долларов Та же пара миля Стоит 150 долларов В Украине Я имею ввиду Данный нож В Китае Стоит 15-20 долларов В Украине Я не знаю Сколько Наверное Долларов 25 А то 30 Наверное Да 240 гривен В Украине Нож стоит То есть В рубли Переведите сами Умножьте На 4 В доллары Тоже Нужно разделить На 8 Нож данный Стоит в Украине 240 гривен На eBay На eBay Он стоит От 15 До 20 Долларов Ну как бы Все равно Понимаете Тот же Тот же Ганза 704 Стоит Ну почти Тех же денег Но он куда В разы лучше Сделан Ну вот Несоответствие Металла Посмотрите И Плашечки Самые Тут просто Вопросов нет Так же Обработка Вот этого СО Здесь получается У нас Металл обрабатывался В эту сторону Но здесь металл Получается Обрабатывался А не Он здесь вообще Не обрабатывался То есть Это вот как Вырублено На гильотине Так и все Сори Ну в принципе По косякам Вроде как Вроде как Пробежались Да Вот так вот Выглядит Нож Изнутри То есть Изнутри Лайнеры Вроде как Еще более Менее Да Все нормально Ну нож Я не мыл Специально Не натирал До блеска То есть Нож в кармане Вот как есть Там какие-то Частицы пыли Так они и есть Дальше Что Что понравилось Что не понравилось Ну в принципе В ноже Изначально Не понравилось Вообще ничего Ну Я не знаю Может быть Я Преувеличу Но тем не менее Вот Ситуация С данным ножом Мне напомнила Знаете Как вот Чувствует Себя Хозяева Ножей Спайдерка То есть Когда покупаешь Допустим Ту же Парамилитари Да Он приходит С магазина Ну если человек Конечно Неопытным взглядом То вроде как И ничего Все замечательно Нож хороший Но если у человека Было 5-10 ножей Другой фирмы Допустим От тех же Бенчей Да Красиво Собранных Все Замечательно То Когда он берет Парамилитари 2 в руки Он видит Кривые подводы Он видит Необработанный Клинок В обухе Он видит Вот эту вот Спайдерку Которая Режет руки Ну То есть Это Куча Недоработок И все это За 150 долларов В Украине Но Потом Что происходит Человек Ну такое знаете К ножу Есть некоторое Отвращение То есть Что вот За 150 долларов Мы купили Вот И все это нужно Допили напильником Знаете Есть такое выражение Но После этого Человек берет Точилочку Ну Либо отправляет Кому-то нож Ему Перетачивают Убирают Вот эти вот Кривые Подводы Ему Обрабатывают Обух Или он сам Это делает Да Он берет Наждачку Скурляет Вот эту вот Спайдерку Аккуратненько Делает это все Он убирает Все грехи И начинает Просто пользоваться Ножом И через 2 или 3 месяца Спросите его Как тебе вообще Вот Спайдерка Парамилитаре 2 И человек ответит Оу Ребята Это классный нож Это очень удобно Очень эргономично Очень 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 Получается Много Знаете Эмоций Всплеск Такой Что Почему Потому что Нож действительно Удобный Он действительно Очень классно Лежит в руке Ну дизайн Ну кому то нравится Кому то нет Лично для меня Спайдерка это Фу Такой Знаете Гадкий Гадкий утенок Но по эргономике Нож Очень 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 Классный То же самое Случилось Как бы Со мной И с этим Ножом То есть Он Ну такой Знаете Говорю прямо Гадкий утенок То есть По обработке Он ужасный Но По эргономике Когда вот Эти все Нюансы Уже мелочи Вот эти вот Все Недоработки Ушли на второй план Я просто перестал На них обращать внимание Просто начал пользоваться Ножом Я совсем По другому Посмотрел На этот Нож То есть Если убрать Эти все Косяки То получится Довольно таки Неплохой Эдисишничек То есть Ну Давайте прямо Скажем Если бы Вот сейчас Здесь рядышком Положил Кто-то Гриптилиан Мини гриптилиан Крысу вторую И вот Бескосячный Подчеркиваю Бескосяков Вот такой вот Ганза Я бы выбрал Ганза Уже сейчас Вот такой вот Парадокс То есть Нож Очень понравился То есть Он очень удобно Лежит в руке Изначально Меня Очень сильно Напрягала Вот эта вот Клипса Если я не ошибаюсь Клипса Сдерта С Ontario Red 1 Да Полностью Абсолютно То кто помнит Я на своей клипсе На крысе И везде Как бы На всех Клипсах Я вот Вот эту историю Вот примерно Вот так вот Отрезал Ну Примерно Да Примерно Вот так вот Этот кончик Отрезал То когда я Получил этот нож Я сразу Хотел это сделать Но потом Думаю Нет Нужно же показать Ну как бы Будет Видео Каким был нож Что же я сейчас Его отрежу И все Но как бы Со временем Я начал пользоваться Этим ножом И первые два дня Мне очень надоедало Вот очень Очень мешало Вот это вот Вот этот вот Подъем Я думал Его спилить Вот так Вот видите И он бы вообще Мне не мешал Но потом Как бы Он Примялся К руке Что ли И вот сейчас Вот он Если так показать То как бы это показать Даже не знаю Давайте вот так вот Наверное покажу То есть вот я Когда беру нож Сейчас в руку Да Видите Да Вот эта вот Подушечка И вот Вот эта подушечка Ложится четко Вот Четко-четко Вот в эту выемку Все Нож держится В руке Ну просто шикарно То есть Вот раз И подушечка Туда упирается И нож вытащить с руки Да Что-то еще Как-то выдернуть Ну то есть Для удержания в руке Это только Получился плюс Ну чего я в принципе Как бы Ну никак не ожидал Это раз Дальше По стали Ребята интересовала сталь По стали Честно скажу Ну давайте так Вот BRD 4116 Ну кто может знает Кто может не знает Я погуглил так немножко Это немецкая Круповская сталь Полная нержавейка Кухонная Ну у нас Аналог Это вот Вот Это вот 95Х18 Это в Советском Союзе Да и в принципе И сейчас выпускают И делают с этой стали 95Х18 Это вот Полная нержавейка Это весь медицинский Режущий инструментарий Да Не только режущий Наверняка Да Вот это тоже 95Х18 То есть все зажимы Концангери Все Все вот эти вещи Это все 95Х18 Весь медицинский инструмент Как правило У нас делают С этой стальки Вот это аналог 95Х Это круповская сталька Но кроме того Где вы могли еще Видите Ножи Трамантина Вот Очень часто используют Трамантиновские Ребята из Трамантина Вот эту стальку 41Х16 Очень часто используют Ее колстил Очень часто еще Несколько Там Каких-то бергов И еще какая-то Фирма тоже делают Вот с этой стальки Нержавейки Кухонники Ножи То что хочу сказать По поводу стали Сталька По сравнению С 440 В принципе Понравилась Ну Немножко она лучше Я не скажу Что прям Вау пацаны Это круче чем ZGP 189 Нет Как бы Сталь хорошая Я ее тестировал Вот на таком 20 мм Пеньковом Канате Вот таким вот образом Это происходило То есть скотчиком Замотал И Два ножичка У меня было 711 Ганзо И вот этот Ганзо 714 То скажу Что если Допустим Я не считал Сколько там резал Конкретно Раз Два Не записывал Монетки Не бросал Я как бы Ну Такими вещами Не страдаю На камеру Я для себя Проверил нож Что Нож режет И нож режет Гораздо лучше Увереннее И дольше Чем 440 сталька На Ганзо 711 Причем Режет Раза в два Дольше И Как бы После того Как нож Перестал резать После того Как нож Перестал Резать Бумажку При помощи Вот такого Вот Мусатика Атлантски Буквально Нож За 30 секунд Вот так Вот Принял Свою Прежнюю Остроту И начал Опять Брить волосы Начал опять Резать Бумажечку Начал опять Резать Колбаску Огурчики Помидорчики И все остальное Ну и Брить волосы Вот так То есть Без проблем Абсолютно Сталька Мягкая Сталька Пластичная Сталька Не скалывается То есть Ну в принципе И так же Сталька Полная нержавейка То есть Я резал Апельсины Лимоны Ну все Что вот есть Я резал Плюс Вот допустим Ну проводил специально Такие эксперименты Да что Я допустим Порезал апельсин И лимон И положил Нож просто Не вытирая Не снимая С него вот эти вот Капельки Абсолютно Ничего Так же Мыл нож Специально Ставил сюда Знаете Такую Большую каплю На весь Клинок И оставлял До утра Оставался след Только воды И остатков соли Пальчиком Вот так протираешь Никакого Питинга Никакого Абсолютно Ничего Намека На ржавчину Просто нет По стали Я думаю Закончили Все замечательно Дальше Ну как бы По По ножу Ну Давайте еще раз Покажу Вот эту вот Историю Мне очень Это Не понравилось То есть Ну то что Клиночек По центру Это замечательно Но Смотрите Сколько Еще Можно было бы Насколько Скажем так Можно было бы Более длинный Клинок Сюда поставить До миллиметров на 6 Что для этого нужно Да ничего Сверх Страшного То есть Смотрите Какая ситуация Вот так вот Мы имеем Вот эту вот В конце боночку Которая здесь В принципе 300 лет не нужна Ну Это лично Мое мнение То есть Если бы мы Эту боночку Поставили Допустим Вот здесь Да Вот здесь Эту боночку Поставили Чуть чуть дальше От края Что бы мы получили Мы могли бы Сюда вставить Клиночек На Внимание 6 миллиметров Длиннее Боночка бы Нам не мешала Абсолютно Потому что Клиночек там То видите Да Вот где он Проходит То есть Абсолютно Ну и плюс Ребята бы Не запилили Сами себе Боночку То есть Они сами себе Вот запилили Боночку Вышли на эти Болтики Болтики у нас Пострадамшие Видите Да Стертый болтик Край болтика Вот Просто его Запилили Так бы Это все было Замечательно То есть Если боночку Перенести сюда Чуть-чуть дальше Нож Можно было бы Сделать По типу Как делают Это ребята Из мастерской Широгоровых Братья Используют Полностью Полностью Длину рукоятки Для того Чтобы засунуть Сюда Максимально Длинный Клинок Смотрите Можно Прошить Да что же За день Сегодня Такой Извиняюсь Но Продолжаем То есть Вот Я бы Сделал Лично Примерно Следующее То есть Перенес бы Вот эту Боночку Сюда Клиночек Увеличил Чуть-чуть Подальше И все Было бы Замечательно Давайте Продолжим Что Что еще Что еще Было Мне Лично Скажем так Непонятно И интересно Непонятно И интересно Мне было то Что клинок Танта В принципе Вполне Уместно И вполне Неплохо Справляется С задачами Типа Эдиси То есть Да Смотрите Какая эта фишка То есть Вкрыть пакетик То есть Очень-очень Тонкие Работы Какие-то То есть Ну Поддеть Какую-то Ниточку Где-то Что-то Ну В общем Вскрывать Посылочки Им одно Удовольствие На кухне Конечно Он Ну Немножко Не для кухни Но тем не менее На рыбалке На Охоте На природе На шашлыках Им в принципе Можно порезать Мяско Порезать Колбасу Порезать Какие-то Продукты Ну Что с успехом Я им и делал Весь этот месяц Как бы Ну Честно скажу Не ожидал Еще Что очень хорошо Ну Сказывается на резе Это Толщина Клинка Клиночек Очень тоненький В обухе Ну Я Не мерил Его Но Здесь Примерно 2 мм Ну 2,3 Может быть Наверное Да Нет Ну здесь 2 2,6 2,6 Мм Клиночек В обухе То есть Очень тоненький Плюс Спуски Начинаются С половины Ну Вот Если в верхней части Брать А вот В середине Клиночка Так вообще Почти С трех четвертей То В принципе Очень Очень Клиночек Оказался Таким Резучим Плюс Бритвенные Спуски Да Логнутые Очень неплохо Сказываются На Резании То есть Режет Клиночек Очень классно Как Строгает Как Режет Какие-то Мелочи Как Если Продукты Какие-то То есть На салат Покрошить Допустим Тот же Крабовый Салат Ножом Сначала Непривычно Непривычно Из-за того Что Кончик Геометрия Вот это все Но Когда привыкаешь То есть Порезав Буквально 5-7 минут Этим ножом На кухне Вот на досточке Я Ну полностью Под него Подстроился И вообще Резал Все эти Салаты Малаты Абсолютно Без проблем Вот такой Вот Клинкор Ну Дальше 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 Опять вернемся К косякам То есть Ну Сказал я уже Да Сразу Мне не понравился Даже по фотографии Когда я взял в руки Я вообще был в шоке Но когда я им начал пользоваться Забыв про вот эти вот Недостатки всякие Да То есть Уже Уже я привык Уже я понял Я осознал Что они здесь есть Что их пока не изменить Изменить их можно Но чуть попозже Пока не изменить Я просто Начал пользоваться Ножом И вот как Ребята Да Которые пользуются Ножами Спайдерка Они Понимают Что нож Очень шикарно Режет Нож Очень шикарно Сидит в руке Нож Не наминает руку Нож Очень легенький Да При складывании Раскладывании Замочек Шикарный Да Компрессион лок Здесь в принципе Лайнер лок Я не люблю Но тем не менее Как бы Здесь он мягко Ходит Отличный ход Мягенький Самого Клиночка Не нужно ничего Подтягивать Не перетягивать Все замечательно Но Я решил Сделать Следующее Я решил Потом В конце Вот после видео Переделать Этот нож То есть решил Вот эту вот Боночку Переставить Вот на это место Где я Ее отметил Лишнее убрать И получить Клинок Вот такого вот Порядка То есть вот Чтобы у нас Клиночек Четко прятался В рукоятке И вот этот Лишний кусок Просто убрать На наждаке Да что ж За день Сегодня такой Не дадут Видео снять Да вот Снимал видео Ладно Пока Нажму на паузу Обычно Спаевский Косяк Это да Клиночек Не по центру Здесь смотрите Шикарно Все Все шикарно Кроме того Ну Очень порадовала Вот Вот такая вещь Видите Широгоровы любят Это И я Просто Обалдею От этого Когда Ребята Используют Всю длину Рукоятки Для того Чтобы сюда Поставить Максимально Возможный По длине Клиночек Смотрите Да То есть Клин Ну вот Я чуть не касаюсь Вот там Каких-то миллиметров Не хватает Чтобы я уже Порезался Или зацеплял Чем-то в кармане Все замечательно Как бы я сильно Не давил Я не достаю До кончика ножа Вот я сейчас Прижимаю палец Мочка туда Не проваливается Все замечательно То есть Но клин Смотрите Да Максимально туда Огромный Какой только можно Поставить Поставили Продолжаем Ну и вот Я решил Что сделать Я решил Вот эту вот Боночку Перенести В это место Вот эту всю историю Решил спилить И вот тогда У нас получится Клиночек По типу широгороба Да То есть Что Ребята используют Длину рукоятки Для того Чтобы туда вместить Максимально Длинный клинок Потому как Ну соотношение Клинок рукоятка Видите Да Клинок короче Рукоятка длиннее Не люблю я такие вещи Ну для меня Это как бы критично Вот этот кусочек Он в принципе Для удержания Ну никак не влияет Он висит Видите Вот он Он в принципе Здесь не нужен Ну и что Давайте посмотрим Что получится Берем наборчик Берем Торксы И Попытаемся Сейчас Это дело Раскрутить Вот у нас Торкс Подходящий Не понимаете Да Что происходит То есть Я кручу Кручу Верчу Обмануть Не хочу Но Смотрите Внимательно Крутится Ой А как же Ее удержать Пальчиком Не получается Резинку Я взял Сильно Упираюсь Резинку Не получается То есть Вот с такой Проблемой Я столкнулся Смотрите Как я ее Резиночкой Отполировал Отполировал Хорошо Но открутить Ее не получается Вот Вот уж и вопрос Да То есть Ну при покупке Ножа данного Будьте готовы Что может Случиться Вот такой Вот калинкор Хорошо Если Нож Не разболтался У вас И ну как бы Клиночек По центру Все Замечательно Его не нужно Разбирать И можно Просто пользоваться Но если Вдруг Вы захотите Что то с ним Сделать То То получится Вот такая Вот некрасивая Ситуация Ну пока Греется паяльничек То есть Здесь все На фиксаторе Резьбы Для того Чтобы раскрутить Нужно Нагреть Болтик И нагреть Осевую Осевую Втылочку С этой стороны Пока Я сейчас Разберу Нож То есть Сниму Клипс Сниму Все вот Эти Раз Два Три Штучки Три Боночки Три Болтика Поснимаю Уберу Все боночки И разберу Нож В принципе Данный процесс Я уже повторял Скизляр Супрем Байкер Зет Ножище Назывался То есть Примерно Сейчас Ту же Процедуру Я хочу Провести С этим Ножом То есть Как Как я Вижу Данный Нож Ну Что Хочу Сказать Сразу Хочу Сказать Сразу Что Ого Не Используйте Китайские Торксы Для того Чтобы Разобрать Китайский Нож Да и Вообще Как бы Китайские Торксы Это не Лучший Вариант Для Разборки Ножа У меня Каленые Наши Торксы Поэтому Нашими Торксами Это делается Тоже Не очень Хорошо То есть Ситуация Какая Наши Каленые Торксы В данном Ноже Тоже Ломаются Потому Что Все Зажато Здесь Добротно Хорошо Но Разобрать Это Все Очень Проблематично Равняем Да уж Здесь Все На герметике Хотел сказать На фиксаторе Резьбы Белый фиксатор Плюс Все болты Залиты Очень сильно Очень крепко Шестой Торкс Ну как бы Очень Очень Знаете Нужно Прилаживать Такие Усилия Для того Чтобы Раскрутить Нет Не раскрутил Нет То есть Здесь Вот этот Вот Вот этот Вот Болтик Открутить Не получилось То есть Он зажат Настолько Что Я просто Свернул Внутри Шлицы И все На этом Закончилось Ну в принципе Перспектива Не радует Да Давайте Попробуем Разобрать Сам нож Ну Сам нож Разбирается Я Я Пытался Его уже Разобрать Но У меня Не получилось Поэтому Я решил Снять Это все Конкретно На видео Чтобы люди Понимали Что Их ждет После покупки Данного Ножа Ну Кстати Что хочу Сказать Что Перед тем Как Делать Данное Видео Где-то Наверное Дня Три Или Четыре Назад Я позвонил Ребятам Из Фонарик Точка Ком И Сообщил О данной Проблеме То есть Что Нож Не разбирается Что Есть Конкретные Орехи Показал Это все На камеру То есть Через Скайп Мы общались И Мне Пообещали Что Рекламацию Напишут И отправят Нашим Китайским Дорогим Товарищам То есть Ну Что Люди Покупают Ножи И Очень Очень Недовольны Качеством Пообещали Отправить Рекламацию Ну И Насколько Я знаю Насколько Я знаю То рекламация Уже Была Отправлена То есть Письмо Было Отправлено Какое-то Что Ребята Качество Изготовления Ножей Ганзы 714 Резко Отличается От качества Изготовления Ножей Ганзы 704 711 712 И всех остальных Кроме того Интересный Здесь момент Смотрите Какой Тоже Будьте готовы Что с одной Стороны У нас идут Видите Да Под торксы Болтики С другой С другой Стороны У нас Идут Торксы Вернее Не торкс А шестиграничек Хотя В принципе Они все Откручиваются Абсолютно Без проблем Шестым Торксом Но тем не менее С одной Стороны Ножа Идут Болтики Под Видите Да Торкс С другой Шестиграничек Обычно На шесть Вот так Вот Ну и Следующий Следующий Сюрприз Ждал меня Вот здесь Я думаю Он тоже Будет Интересно Следующий Сюрприз Ждал меня Вот здесь Качество Обработки Самой Стали Вот здесь Вот То есть Ну видите Да То есть Если внутри Внутри Даже и показать Не получится Пока То есть Если внутри У нас Более менее Все Лайнеры Выглядят То с этой стороны У нас Такое ощущение Вроде Я не знаю Вот так Вот То есть Обработки Никакой Вообще Ну вот Они все Острые края Вот она Под эти острые края Набивается грязь Видите Да Под эти острые края Набивается грязь И У нас Получается Плашки G10 Начинают Вот В некоторых местах Потом Отслаиваются Ну и вот здесь Вот острые края Ими можно Реально порезаться Ну кстати Ребятам Что хочу Также сказать Кто Все время Там кричит Кому Мерещится Реклама В каждом Видео Мерещится реклама Русик Ты Открытую Рекламируешь Фонарик Точка Ком Вот вам Ребята И доказательства Того Что да Действительно Реклама Все проплачено Пиар Да никогда Б этого ролика Не увидели Если бы Все проплачено Все по честному Ну и кстати Фонарик Точка ком Ребята Тоже Хозяин магазина Знает Что этот ролик Будет Что этот ролик Будет Именно таким Скажем так Что это не будут Какие-то Холивары Что Русик Не покажет Что здесь все плохо А Русик Будет хвалить Нет Я как бы Позвонил Говорю Так и так Вот так Вот мое мнение По ножу Такой И ролик Будет таким Таким Ну что ж Делай Поэтому как бы Все по честному Ребята А кому там Что-то мерещится Знаете То это ваши Проблемы Я вам скажу Здесь Все по честному Как есть Так и есть Как Ну Магазину Явно этот ролик Будет Скажем так Не в плюс Да С одной стороны Но с другой стороны Я считаю Что Даже этот ролик Даже такого Плана ролик Будет очень В плюс Даже магазину Потому что Ну Как бы Ну ребятам понятно Что Гораздо выгоднее Продавать Какие-то ножи А потом будут Ну я не знаю Возвраты будут Или что Потом будут Недовольные Пользователи Но гораздо По моему Проще Написать рекламацию Китайским братьям На завод Чтобы решили Данную проблему И продавать Ножи В принципе Ведь Если доработать Эти все Недостатки Да То в принципе Ножичек Получился неплохой То сейчас Я попытаюсь Разобрать Хотя бы Его Для того Чтобы посмотреть Что же там Внутри Для этого Нам нужно Нагреть фиксатор Лезьбы И Попробуем Крутить Ай-яй-яй-яй-яй Ну нет Не крутится Называется Как не крути Так не раскрутишь То есть Ситуация какая Нужно делать Какой-то Пропил И вот Чем-то Таким Удерживать Потому что Ну иначе Не представляется Возможным Сейчас Попробуем Еще каким-то Образом Это все Дело Зажать Вот так Вот Да Вот так Вот хотя Только таким Образом У меня Получилось Открутить Да Здесь Действительно Белый фиксатор СБ у нас Действительно Его здесь Достаточно Ну и вот Как выглядит У нас Клиночек Изнутри С одной стороны У нас Старопластовая шайба С другой стороны У нас Вот такая Вот кривенькая Кривенькая Очень Очень Кривенькая Бронзовая шайба Клиночек У нас Вот так Вот Выполнена Обработка По металлу Более-менее Если не считать Вот этого Вот косяка Вот Вот страшного Да Вот с этой стороны Ну нормально Что не могли Сделать с этой стороны Так же Ну и видите Да Новейшие технологии Нанотехнологии Китайцы внедряют Стоппер Для Закрывания Клинка Уже не дырочку Делают Уже делают Просто Ну здесь Просто Похоже Что Ну Выбито Прессом Дырка Вот такая Вот И Запирание Клинка Происходит Следующим Образом Ну в принципе Я не против Даже такого решения Лишь бы Вот Все это Откручивалось Нормально Ну а Видите Да То есть Вот там Полным-полно Белого фиксатора Резьбы Здесь Китайцы Не пожалели Но Тем не менее С этой стороны Я бы Ну что-то Сделал Для удержания То есть Вот я сейчас Поцарапал Эту боночку Естественно Я ее сейчас Уберу Отполирую Шлифану Все будет нормально Но опять же Посадив Нож на фиксатор Резьбы Я не знаю Как я буду Разбирать его В следующий раз То есть Смотрите Ситуация какая С этой стороны У нас Все нормально Ну более-менее То есть Лайнеры За стоунвошены То есть Голтовочка Применена С этой стороны Вот на лайнере Применена У нас Голтовка С этой стороны У нас Уже ничего нет То есть Голтовки нет Видите Да Вот Два лайнера На одном У нас стоунвош На другом У нас ничего нет И здесь Вот так Вот все То есть Обработка У нас Вот такая Вот Ну, в принципе, как-то так Все, пока выключаю камеру Уберу все заусеницы Уберу все вот эти вот кизяки Потому как, если я это все буду снимать на видео То видео будет часа два, наверное Уберу все Косяки и недостатки Соберу нож В нормальное состояние Ну и покажу, что у меня получилось Да работай напильником, скажем так Буду сейчас заниматься Ну, помните, да, я показывал Две вот этих вот крайних вершинки Вот так вот они у нас сходятся Ну, кроме того На самих лайнерах Это еще более явно выражено Вот сейчас я Стыкую два лайнера И вот они Вот таким вот образом сходятся То есть вот здесь вот явно видно Вся красота этого дела Ну, сейчас мы это все устраним И посмотрим, что же у меня получится Ну, что Для меня было крайне интересно То, что Вот эти все болтики Они очень-очень сильно крепко держались Да? Но лишь в G10 То есть до До плашки До лайнера Они не доходят Смотрите сами То есть они, в принципе Отверстия-то имеют, да? Плашки Но они не доходят Вот Вот так вот То есть даже пол-виточка В сам лайнер не заходит Поэтому Поэтому как-то так вот То есть вот Вот сейчас это все в G10 Держится намертво Я не помню Кто-то сильно возмущался Что в Ганзе 704 Клипса прикручена только к G10 Ну, вот он, ребята Стеклотекстолит Это очень сильная штука Буду сейчас нагревать и разбирать Итак, некий такой промежуточный этап Я состыковал два лайнера Сделал их симметричными По всему своему периметру Скажем так Вот сейчас ничего здесь не торчит Ничего не выделяется Все замечательно Также просверлил Отверстие под боночку И потом вот этот вот Краюшек ножа Я просто срежу Красиво уберу его Чтобы он не мешал здесь И все Сейчас буду собирать нож В принципе Также здесь Отверстие просверлил Снял, нагрел Клипсу Очень даже неплохо сидит На фиксаторе резьбы Даже на G10 То есть Здесь довольно таки Текстолит очень-очень плотный Все замечательно Ну как бы вопросов нет То есть в принципе Даже Даже можно было не засверливаться В лайнеры Потому как Ну это бесполезно То есть болтики все равно Сюда не достают Все, собираю нож Также полирнул Сами лайнерочки Вот так теперь это выглядит Ну не хотел я здесь Все заполировать Вообще как бы У меня просто На это времени нет Здесь вот этот лайнер Сейчас еще полирну С легонца Оттянул лайнер Ну и убрал Вот это вот безобразие Помните Да Теперь это выглядит Вот так вот То есть Слишком вот все Убрать тоже не получается Потому как Тогда будет Люфти здесь у нас Все Поэтому убрал Максимально возможно Ну и сейчас Соберу нож Посмотрим Что получится Что еще сделал Это Усадил Немножко клипсу То есть Вот здесь у нас Ну клипса шла Вот так вверх И дальше Вот это вот колено Я немножко Убрал То есть Вот сейчас она Совсем такая Незаметная Ну Если кто помнит То если не помните Да То какая она была Давайте я сюда Картиночку поставлю Вот какая она была Вот какая она сейчас есть То есть Присадил клипсу Ну теперь все будет нормально Не будет ни жатники Ничего Сейчас Собираю уже нож И Кстати оценил Вот эту фишку Китайскую Что здесь не отверстие Да А вот Не круглое отверстие Вернее А вот такое вот Продолговатое То есть у меня сейчас Я лайнерок подтянул То есть ну буквально Совсем рядышком Будет ходить Вот здесь вот Буквально вот так Как я нарисовал Да Совсем рядышком Будет ходить Шарик Но Не 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 уже Не по той дорожке По которой он ходил Вот совсем Совсем рядышком Но попадает в дырочку То есть все чудово Все чудесно Так что так Ну в принципе Вот такой вот у меня Получился ножичек Ганза 714 Модифицированный Вот такой вот Получился нож Ну вот помните Да Задничек Вот этот вот Его сейчас нет Просто Клиночек Смотрите Как Становится То есть в принципе Я вот пальчиком Вожу Да Здесь Зацепиться У колодца У колодца Нельзя Но Привычка Как бы сейчас Нож Намного лучше Лежит в руке Тем не менее Дальше Давайте Аля Широгоров Тоже такой Пропил себе Просто Под шлицевую отвертку Ну Не было Времени Чего-то там Ну и фрезерного станка У меня сейчас нет Дабы это все Как-то Более-менее Облагородить Вот так вот У меня все получилось Вот такая вот Обработочка Получилось Вот так вот Это все С этой стороны Ну Помните Да Вот здесь у нас Было Дичайшее Несовпадение Сейчас Я приложил Два лайнера Отпилил их Одинаково Все замечательно Вот Лайнерочек Который Замочек Да То Заходит он Теперь на Самое-самое Начало Вот так вот То есть В принципе Для того Чтобы закрыть Этого Расстояния Что он поднимается Видите Там совсем-совсем Чуть-чуть Он поднимается Где-то буквально Полмиллиметра Ну может быть Миллиметр Этого вполне Достаточно Ну и Колбасить я могу В принципе Без проблем Абсолютно Это вам не Широгора 111 Этот нож Не сложится Ну в принципе Вот такая Вот получилась У меня Сегодня История С ножом Ну давайте Я его покажу Немножко ближе Типа в макро Что ли Вот как это Все выглядит Клиночек Когда Складывается Очень мне понравилась Китайская Идея Вот это Вот С Не Круглое отверстие Под шарик Смотрите Видите Да То есть Лайнерочек Работает Вот сюда Смотрим Замочек Работает На лайнере Но То есть Дорожки Там примерно В полмиллиметра Друг от друга Старая и новая Но За счет того Что отверстие Продолговатое То Все замечательно Все Все очень чудово Вот чуть-чуть Там Выступает Вот этот лайнер Сам замочек Клиночек Естественно По центру Все замечательно Ну и смотрите Как Как получилось У меня Вот Подогнать Сами Сами Детали То есть Саму боночку Относительно Клинка Вот она Там Видите Да Буквально Там 2 наверное Миллиметра Но тем не менее Даже при вот Таком вот Закрывании У широгоровых Такие проблемы На 111 Это 100% У всех То есть Вот если вы Покупаете новый нож И резко сложить Широгору 111 Он бьется Вот этим местом Об бонку Вот этот вот Ножичек Уже Не бьется То есть Видите Да Нет здесь Никаких заминов Ничего На режущей кромке Все замечательно Все подогнано Очень Очень Классно То есть Буквально Там 2 миллиметра Все четко Ну и здесь Как бы Вот заводская Подгоночка Тоже Не достает До До боночки То есть Нигде ничего Не бьется Нигде ничего Нет никаких проблем Абсолютно Дырочки Вот получились Все ровненькие Ну вот здесь Чуть 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 Я Да Косичок Сделал Такой Чуть Чуть Не рассчитал А так В принципе Вот Вот такой Вот получился У меня Ножичек Вот так Вот так Вот он Сейчас Выглядит Вот так Вот он Лежит В руке В принципе Вот эта Вот часть Клинка Которая Здесь Была Часть Рукоятки Она Вот Ну вообще Как бы Видите Она остается Вне ладони То есть Вне хвата Руки То есть Она никак Не Ну не отразился Хват Даже Даже вот так Вот наверное Если вот таким Вот хватом Как-то брать Нож То даже Удобнее Он упирается В подушечку Более ощутимо То есть Ну в принципе Вот так Я режу Вот этот кусочек У меня Был лишний Фактически Ну и само Соотношение Клинок Терри Рукоятка Стал Более Менее Эргономичный То есть Нож Стал Более Эргономичный И эстетичный Вот так Вот я Наверное Скажу То есть Ну Лично мне Лично мне нравится Я балдею Сейчас от этого Ножа То есть Ситуация Какая Ситуация Какая Если бы Я так думаю Если бы Мне сейчас Вот здесь Положили Рядышком Мини Гриптилиан Да даже Наверняка Обычный Гриптилиан Крысу Вторую Ну и Что у нас Еще там Есть Маленькая Делика Еще что Вот такой Вот маленький Эдисичный Нож То Я вообще Вот сейчас Вот в таком Состоянии Если бы Он пришел С магазина Я вообще Без зазрения И совести Выбрал бы Ганза Несмотря на то Что это Ганза Ну как то Я наверное Может быть проще Смотрю на вещи Я Ну для меня Вот фирма Бренд Ну это Это не то Чтобы вообще Не имеет значения Но это не на первом месте Если исполнение Ножа у Ганза На высшем уровне Было бы То ну вообще Никаких вопросов По стали Что хочу сказать Сталька Очень понравилась Сталька Ну По моему Вот Мнению Сталька Где то На уровне 154CM Лично Мое мнение Но это конечно Не ZDP 189 Это конечно Не S32 Это не трясатка Которая Боссовская Которая там Ну реально Сталь На высшем уровне Это сталь Отличная сталь На уровне Без проблем Абсолютно 95Х18 То есть Это сталь Из которой делают Трамантиновские ножи Да Ребята Ну это где то Что то вот рядом Я не буду утверждать Точно что Да вот То 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 Ребята Ну делайте свои выводы Я в принципе Клинок то я не трогал Клинок я не трогал Поэтому здесь Здесь изменений Никаких и не произошло Но нож режет Мне лично нож Вот я честно говорю Не ожидал От клинкотанта Такого знаете Как это назвать Универсальности Наверное Такой вот Да То есть в принципе Нож очень хорош Для каких то вскрышек Вскрывачек Что то где то Подковырнуть Поддеть Что то очень Очень маленькое Что то очень где то Очень аккуратно Вскрыть посылку Вот таким вот образом Очень часто я вскрывал То есть если запаковано Очень плотно все То вскрыть Вот да Вот так вот Мы боимся порезать Мы начинаем вскрывать Вот так Если у нас клиночек Дроппоинт Мы можем запороть Просто вот кончиком Зарезаться туда внутрь И что то порезать То есть здесь вот он Положил и пошел То есть вот без проблем На плоско Смотрите как ложится клиночек Вот так вот То есть абсолютно никаких проблем Я уверен что я ничего не порежу Он не зароется носиком туда То есть вот такой вот Вот такой вот Наши китайские братья Сделали нож Ну а я немножечко Его переделал Мне вот в данном исполнении Клиночек очень нравится Это теперь мой любимый Идисишный ножичек Все замечательно Все красиво Я просто сейчас от него обалдею Ну как то так в общем Если видео было полезным Ставьте большой палец вверх Все Пока пока Увидимся Продолжение следует...